Есть дата рождения и дата ухода в мир иной. Я побывала на юго-западе Франции, в Костель-на-Даре, это французская провинция. У меня есть сюжет, можете заглянуть. И гуляя по улицам этого городка, заглянула на старое кладбище. Почему потянула сюда тишина, покой? Здесь уже никто никуда не спешит. И хотелось посмотреть, как же французское кладбище отличается от других. Я была в Париже много лет назад, и первое, что я сделала, не посещение Эйфелевой башни, а посещение кладбища Пер-Ла-Шез. Склепы, склепы, склепы. Вот и здесь склепы. И кладбище довольно-таки со старыми захоронениями. Если внимательно приглядеться к годам рождения, в основном это 1870 год, 1890 год рождения. Я заглянула еще на дно кладбища в центре города. Там такие же склепы. Ну, не побывать здесь просто не могла. Я была во Львове на Лычаковском кладбище. Впечатление, конечно, сильное от того кладбища. Если будете во Львове, загляните, пройдите по аллейкам, посмотрите на те скульптуры, которые установлены на постаментах. Ну, а тут среди совсем-со всех старых могил находятся и захоронения, более поздние. Хоронят целыми фамилиями. Пусть покоятся с миром все, кто ушел в мир иной. Но не посетить вот это кладбище я просто не могла. Царствие вам небесное. Людей я не встретила, но видно, что ухаживают за могилами. Будь то совершенно старое, захоронение или недавнее. Костель Надари, юго-запад Франции. Декабрь 2022 года. Покойтесь с миром. Царствие вам небесное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова